Россия отводит войска от наших границ. Страны Балтии высылают российских дипломатов. Навальный прекратил голодовку и прямое включение чемпионата мира по боксу. Вы смотрите новости в студии Светлана Леонтьева. Добрый вечер. Разбитый обстрелами Донбасс или поствоенная Грузия в 2008-м. Последствия русского мира разрушительны всегда. В этом убедились вице-спикеры Польши, Литвы и Украины во время поездки к линии соприкосновения. Больше подробностей у Василия Панасюка. По итогам визита делегаций стран Люблинского треугольника на Донбасс, вице-спикеры парламентов Польши, Литвы и Украины сделали совместное заявление касательно обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе и вблизи украинских границ. Эта эскалация – результат агрессивных действий российской военной силы, комбинирование с системным блокированием конструктивной работы по ТКГ и нормандской четверки с российской стороны. В своей декларации вице-спикеры парламентов Литвы, Польши и Украины призвали Россию воздержаться от действий, которые могут нести угрозу безопасности в Европе. Мы также осуждаем скопление российских вооруженных сил вблизи украинских границ и оккупированного Крыма, несущих угрозу европейской безопасности. Совместная делегация стран Люблинского треугольника также посетила и Широкино. Это населенный пункт на юге Донецкой области, который находится непосредственно вблизи линии соприкосновения и в котором практически не осталось ни одного целого дома. Я увидела здесь последствия русского мира. Место, где должна бурлить жизнь, место, где должны играть дети и люди жить просто-напросто нормально, стало развалинами. По словам госпожи Гашевской, увиденное ей напомнило последствия вооруженной агрессии Российской Федерации в Грузии в 2008 году. Я буду повторять тысячу раз это при каждом своем визите, а буду повторять это политикам. Вы должны учиться и делать выводы из истории. Позже делегация посетила объекты программы «Большое строительство», которые находятся вблизи линии соприкосновения. Особое направление было – это линия разграничения, но в то же время показать возобновление, реанимирование той инфраструктуры, которая была либо полностью повреждена, либо необходимо его возобновить. Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск от границы с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такое решение, но подчеркнул, что всегда наша страна на готове. Василий Панасюк, Евгений Кармазин, Новости Украины. Хорошие новости. Россия начала отвод техники и воинских частей от украинских границ. Но ослабление напряжения на рубежах не означает стабилизации ситуации на линии соприкосновения, рассказывают наши корреспонденты. Технику грузят на десантные корабли, железнодрожные платформы, самолеты, военно-транспортные авиации. Военные направляются на вокзалы и аэродромы, чтобы вернуться к местам постоянной дислокации. Россия после окончания военных учений начала отводить войска из Крыма и от российско-украинской границы. Я поручаю командующим войскам военных округов до 1 мая 2021 года вернуть личный состав в пункты постоянной дислокации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, начало отвода войск – позитивное событие. Но это не означает стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Глава украинского МИДа впервые принял участие в переговорах стран восточного фланга НАТО. Встреча состоялась в Бухаресте. Главная тема – угроза безопасности в регионе. Эта встреча своевременна, потому что проводится во время опасных событий в нашем регионе. И эти события прямо касаются не только безопасности Украины, но также Румынии и всего Черноморского региона. Мы абсолютно уверены, что Россия решила незамедлительно остановить свои военные учения, в том числе и из-за международной реакции на их действия. Давление работает, если оно правильно и своевременно применено. В последние недели Кремль стягивал вооружение к украинско-российской границе, оправдываясь подготовкой к военным учениям. По данным ЕС, Россия сосредоточила там более 100 тысяч военных. Эксперты говорят, после отвода войск ждать полной деэскалации не следует. Если бы это были учения, то не было бы смысла вытянуть всю такую машину к границам Украины. А если это так, то это значит не учения, а спецоперация по принуждению к дружбе, по скрытию оборонного потенциала Украины, по изучению возможностей и готовности Запада помогать Украине. И не факт, что вся эта группировка будет отвезена. Это, скорее всего, пауза, вызванная предложением Байдена провести саммит с Путиным. В то же время ситуация на Донбассе остается напряженной. Игнорируя договоренности о режиме тишины, незаконные вооруженные формирования с начала суток 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных. А на Пасху, по данным Минобороны, готовят вооруженные провокации. Также украинская разведка сообщает об усилении незаконных вооруженных формирований со стороны России. На тле заяв про повернение до мест постельной дислокации войск, что были разгорнуты бля кордонов Украины впродовж березня-квитня, Командувание Збройных сил Российской Федерации восстановило интенсивность переверок, объединений и частин 1-го и 2-го армейских корпусов на темчасово окупованных территориях. Водночас окупанти продолжают приховано посилювать передовые позиции додатковыми артиллерийскими розрахунками, подразделами специального призначения, разведывальными группами и снайперскими парами. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу назвал абсурдом предложение Путина встретиться с Владимиром Зеленским не на Донбассе, а в Москве. Пусть бы Путин приехал на оккупированные территории и посмотрел, чему привела его оккупация. Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура и понял, что 1,6 млн людей вынуждены уехать оттуда. И среди этих людей больше половины – этнические россияны. О каком-то русском мире, о защите русскоязычного населения говорит Путин. Также Украина не переступит собственную красную линию и не станет договариваться о мире с представителями оккупационных администраций на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. И несмотря на попытки России отрицать, что она является стороной конфликта, переговорный процесс об урегулировании ситуации на Донбассе должен проходить в рамках минского и нормандского формата. Юлия Крючкова, Новости Украины. В знак солидарности с Чехией страны Балтии объявили персонами Нонграда российских дипломатов. Министерство иностранных дел Литвы сообщили о решении выслать двух сотрудников российского посольства в Вильнюсе. Им дали семь дней, чтобы покинуть страну. В МИД Литвы отметили их примеру. Последовали также латвийские и эстонские партнеры. Накануне Чехия решила выслать 70 сотрудников посольства России в ответ на аналогичное действие Кремля. Дипломатический скандал между странами разгорелся после того, как Чехия обвинила РФ в организации взрывов на складах вооружения в 2014-м. Конечно, будут выдворения. Некоторые страны уже выдворили. Будут и другие страны. Но мне не кажется, что это меняет обстановку дела. В том, что отношения уже до этого были довольно плохими. Алексей Навальный прекращает голодовку. Об этом заключенный российский оппозиционер объявил в своем инстаграме. К такому решению его подтолкнули слова независимых врачей о том, что, судя по результатам анализов, через минимальное время лечить будет некого. Больше подробностей у моих коллег. Алексей Навальный объявил, что заканчивает голодовку, которую он держал с конца марта в колонии во Владимире. Сообщения об окончании голодовки появились в соцсетях «Политика». Требования допустить ко мне необходимого врача я не снимаю. У меня пропадает чувствительность участков рук и ног. И я хочу понять, что это и как это лечить. Но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня. И говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи. Накануне его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Медики просили оппозиционера прекратить голодовку, так как это угрожает его здоровью. Ну и скажу откровенно, их слова о том, что анализы показывают, через минимальное время лечить будет некого, мне кажется, заслуживающими внимания. Предоставить всю необходимую медицинскую помощь Навальному требуют в Евросоюзе. Ассамблея также призвала Российскую Федерацию немедленно освободить заключенного. Власти несут полную ответственность. Навальный должен быть немедленно освобожден. Если он умрет в тюрьме, это будет как следствие сознательного решения российских властей. Но омбудсмен в России Татьяна Москалькова не увидела необходимости лечить Алексея Навального вне колонии. Письмо, в котором объясняется информация об условиях его пребывания, она направила генсеку Совета Европы Марии Печенович-Бурич. Российский омбудсмен сообщила, что заключенный политик 14 раз нарушал порядок в колонии. Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды, за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров. Согласно резолюции ПАСЕ, Москва должна освободить Алексея Навального до 7 июня. Документ поддержали 105 дипломатов. Акции поддержки оппозиционера прошли в 40 российских городах двумя днями ранее. За организацию митингов российские власти собираются привлечь к ответственности фонд Навального, обвинив его в экстремистской деятельности. Силовики задержали почти 2000 человек на митингах. Роман Смолер, Новости Украины. Плюс 367 тысяч доз. В Украину прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. Речь о препарате AstraZeneca, производстве Южной Кореи. Ее мы получили бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Кого первыми будут иммунизировать, и когда Украина ожидает следующую партию вакцины, знает наш корреспондент Валерий Бакус. 367 тысяч 200 доз вакцины AstraZeneca, произведенных в Южной Корее, с самого утра встретили в международном аэропорту Борисполь. Вакцина СКБИО корейского производства идентична индийской Ковишилд, полмиллиона доз которой Украина получила в конце февраля. Поэтому, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшкова, ее смогут использовать для повторной иммунизации украинцев, уже привитых Ковишилдом. Незалежно от страны производства, это один и тот же продукт, выработанный за одной технологией и взаимозаминным. Поэтому идентичный склад, идентичная вакцина, один продукт, поэтому они могут быть и черговать, при проведении щеплений, первую, мы можем сделать вакцину, сделанную на индийском майдане, вторую, сделанную на корейском майдане. Для использования этих вакцин в областях будет открыто 1950 пунктов щепления. Также полученную вакцину будут использовать для иммунизации украинцев старше 65 лет и тех, кто находится в зоне риска. В регионы Астрозенеку собираются доставить уже 25 апреля. Прививки ею начнут делать со следующей недели. Хорошая новость заключается в том, что 63% украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, но этого недостаточно. Мы хотим поднять этот показатель, мы хотим убедиться, что каждый украинец готов к вакцинации, чтобы большинство, если не всё население, было защищено от этого смертельного заболевания. Южнокорейскую вакцину Астрозенека Украина получила бесплатно в рамках глобальной международной инициативы COVAX. И это не первая партия бесплатной вакцины. Неделю назад Украина по такому же механизму получила 117 тысяч доз препарата Pfizer. Кроме того, уже в мае-июне текущего года мы можем ожидать очередных поставок бесплатной вакцины. Всего по программе COVAX в Украину будет доставлено 8 миллионов доз. Украина среди 92 стран мира, которые получают вакцины против COVID-19 бесплатно. Всемирная организация здравоохранения благодарна за такую глобальную поддержку. В борьбе с COVID-19 Украина поставила перед собой амбициозные планы. В Министерстве здравоохранения обещают, что уже до конца текущего года большинство взрослого населения Украины получит прививку от коронавируса. Валерий Бакус, Сергей Ильинский. Новости Украины. Препарат Астрозенека предотвращает тяжелое течение коронавируса и снижает вероятность летального исхода. К такому выводу пришли в Европейском агентстве лекарственных средств. Там подчеркнули, что риски возникновения тромбоза после вакцинации этим препаратом крайне малы. Наиболее частые побочные эффекты обычно легкие или умеренные, и они проходят через несколько дней. Наиболее серьезные побочные эффекты это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у одного из ста тысяч вакцинированных. И снова обыск в оккупированном Крыму. Традиционно на рассвете российские силовики вломились в дом крымскому татарину Руслану Рамазанову. Как и вчера, поводом стало анонимное сообщение о якобы подготовке взрывов на полуострове. Не найдя никаких доказательств причастности к этому Руслана Рамазанова, сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму изъяли лишь компьютер и телефон. Так они мне конкретно не ответили. В чем вообще проблема моя? То есть в чем они меня обвиняют? Или вообще для чего они сюда пришли? Просто не обвиняют. Честно сказать, остался я просто не дал умений, вообще что произошло. Я вот сегодня до сих пор от шока не отхожу. Как мне сегодня около 6 часов утра вломились в дом с автоматами. Как это можно понять? Мы с такого шума, все дети поднялись. У нас дети, ребенку 4 годика маленькой, девочки. Они все испугались. Мальчики вот наши, мои внуки. Они настолько испугались, как они тарабанили эту дверь. Когда это все кончится? Я так и не поняла, зачем они вообще пришли в мой дом. Более 200 тонн гуманитарной помощи отправил Международный комитет Красного Креста на неподконтрольное Украине территории Донбасса. Через контрольные пункты въезда и выезда Счастья и Новотроицкое грузовики повезли продуктовые наборы, хозяйственные товары, семена, строительные материалы, мебель и медикаменты. Подробнее о гуманитарном ГУЗе в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу рассказал пресс-секретарь делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко. Планово. Просто мы же с февраля не могли ничего перевести. И то, что те вещи, которые мы планировали сделать в феврале, грубо говоря, ну с февраля, нам не было возможности это сделать. Мы не пропускали нас. И поэтому сейчас нам нужно более активно завести то, что мы планировали растянуть во времени на два месяца. А там состав груза точно такой же, что и был предыдущий. Около 4000 квадратных метров шифера для перекрытия крыши и 18 систем оповещения о чрезвычайных ситуациях завезли в села Сиротино и Вороново Луганской области. Эти два населенных пункта наиболее пострадали от масштабных пожаров в сентябре прошлого года. 340 домов сгорели полностью. Жители до сих пор не могут восстановить свое жилье и просят помощи у всех неравнодружных. Подробности далее. Заходите. Правда, за калиткой вместо пышного сада и дома пустота. Единственное, что осталось у 71-летнего мужчины после прошлогоднего пожара, обгоревшие руины на участке. Вот здесь был дом. Вот остался фундамент. Здесь был флигель, сарай, гараж. Свиньи погорели, зерно сгорело, куры сгорели. Ну, в общем, сгорело все. В тот вечер, 30 сентября, ветер был такой силой, что верховой пожар, вспыхнувший в лесу, быстро перекинулся на населенный пункт. 180 домов Сиротино и 160 в Вороново сгорели полностью. Владимир Степанович два месяца ютился в подвале, пока его укрытия не затопили дожди. Сейчас живет у соседей. Ну, а сейчас вот потихоньку начинаю отстраивать, вложить. Как дальше будет, не знаю. Мне же сказали, 300 тысяч, чтобы хватит на стройматериалы. А то, что внутри делать, на холодильник, на газовую печку, чтобы провести газ, говорят, 18 тысяч нужно, чтобы только провести газ. Сегодня в два пострадавших населенных пункта привезли около 4 тысяч квадратных метров шифера. Этого должно хватить на 30 домов. Провели небольшой анализ, кто нуждается в первую очередь. То есть у кого-то сгорел дом, у кого-то хвост постройка. Вот выделяем, допустим, в первую очередь, тем, у кого дома сгорели, а не хвост постройки. Дальше проведем анализ, сколько еще потребность. И я думаю, будет еще там, через какое-то время, может быть, месяц, два месяца, не могу точно сказать, но будет еще помощь. Очень дорогие сейчас материалы. Поэтому даже шифер уже хорошо. Все равно. Для меня это замечательно. В Сиротино и Вороново компенсацию 300 тысяч гривен за сгоревшее жилье уже получили 90% пострадавших. Остальные еще ждут своих выплат. Кроме шифера, сюда привезли 18 систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Первая наша задача – это сейчас идентифицировать, какая сумма необходима, из центра снова перебросить на местные бюджеты и закрыть на 100% эту историю. Дальше там есть выплата 20 тысяч, где-то за домохозяйство, где-то по состоянию здоровья урегулировать этот вопрос. Ну и третье – решить вопросы вот эти с наследством. Напомним, пожары в Уганской области бушевали трижды – один раз летом и дважды осенью. В результате пострадало 32 населенных пункта. Огонь уничтожил около 30 тысяч гектаров леса и 600 домов. 17 человек погибли, около сотни травмированных. На следующей неделе планируется очередное заседание Временной следственной комиссии по пожарам Уганской области, а в июне они обещают объявить окончательные результаты расследования. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. В Польском Кельце завершается Молодежный чемпионат мира по боксу. Сегодня за золото на ринге сражались мужчины, и среди них три украинца. За соревнованиями внимательно следит наш корреспондент Елена Дидух, и сейчас она на прямой связи со студией. Лена, добрый день, как там наши? Добрый вечер, Светлана. У нас прекрасные спортивные новости из Кельца. У нас золото чемпионата мира. В категории до 69 килограммов Юрий Захареев в финале победил соперника из России. Он с первых секунд доминировал на ринге, не было сомнений, в принципе, в его победе он ее одержал, и Юрий, воспитанник детской школы, он считался фаворитом этого турнира изначально, потому что он двукратный чемпион Европы, и вот добавил в копилку своих медалей еще и золото мира. Я предлагаю послушать самый волнительный момент для нас на этом чемпионате, гимн Украины в честь нашего чемпиона. Мы пообщались с Юрием сразу через несколько минут после завершения поединка. Он сказал, что свою победу посвящает маме Людмиле, недавно у нее был день рождения, а поединок свой победный прокомментировал. Так, давайте послушаем. Еще пока не верится, что мы восстали первыми. Через время пока отойдем от боев. Думаю, это было классно. Мы долго к этому и шли. Восемь лет. И вот были немножко ошибки. Но старались менее ударов пропускать и соперника больше отдать. Так и победили. Еще два наших боксера. Борозобой Матякуев в категории до 64 килограммов и Илья Тагобицкий. Вес 75 килограммов. К сожалению, не смогли выиграть золотые медали, но стали серебряными призерами, вице-чемпионами мира. Я предлагаю послушать комментарии борозобоя после поединков. Надо было больше работать первым номером, идти бить. То есть, чуть меньше, мало работал. В этом и ошибка. А так, вроде, было все хорошо. Боролся, да, до конца не хватило мне. Не знаю, что сказать. По завершению чемпионата в копилке сборной Украины шесть медалей. Это золото, три серебра и две бронзы. Если сравнивать с прошлым чемпионатом мира в 2018 году, то у нас на две медали больше. И хочу сказать, что впервые за 8 лет у нас чемпион Украины по боксу среди молодежи. Это был у нас 8 лет назад Александр Хижняк в категории 75 килограммов. Так что, вот такие хорошие новости. И надеемся, что уже следующий молодежный чемпионат мира по боксу состоится в Украине и сможем болеть уже дома за наших ребят. Светлана. Спасибо за хорошие новости. О финальных поединках чемпионата мира по боксу среди молодежи, которые проходят в польском Кельце, нам рассказала наш спортивный корреспондент Елена Дидух. С пожеланием успехов и побед во всех ваших начинаниях я прощаюсь за следующий выпуск новостей. Их всегда можно посмотреть в соцсетях. Ссылки вы видите на экране. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин